Будут рофлить в плане закидывания сразу заранее игры. Они не будут играть тем, что они не играли никогда. Это скорее ребята, которые будут во что бы то ни стало стараться. Ради себя, ради самоуважения, ради уважения зрителей и их фанатов, которые поддерживают коллектив. Иначе им путь на родину закрыт. Что у них родина? Сингапур. Ну, Сингапура официально вроде считается, что команда из Сингапура. Вообще, так-то, если кто не знает, то Faceless как организация, как команда была основана на деньги, на все средства Ice-Ice-Ice. Он вложился, он фактически собирал этот состав, поэтому ответственность вся за результаты команды лежит на Ice-Ice-Ice. В том числе он ответственный перед фанатами, перед теми остальными. Ну, как бы на самом деле, то есть он не то, что ответственный, просто он получает всю выгоду. И, соответственно, он получит все шишки, если они там ничего не выиграют. Ну, с другой стороны, они не должны кому-то что-то, то есть, да, они вот для себя все делают. Кроме Ice-Ice-Ice. Кроме Ice-Ice-Ice, да. Ну, захотел, он так собрал денег у него много, выигрывал много за свое время, поэтому может вот свою команду, которую он хочет создать, и с ней там пробиться в топ. Как пригласить друзей на день рождения, и они там разбивают все в ресторане, что только можно, а ты вынужден потом платить. Ну, либо же, наоборот, они приходят, очень скромно сидят, и ты остаешься в плюсе. Потому что много подарили. Да, много подарили. Вложил свои деньги. Мне кажется, это может стать как самым худшим, так и лучшим вложением со времен, не знаю, МММ. Ну, ты знаешь, все локальные турниры, которые они только захотят, они выиграют в своем регионе. Ну, то есть, там, какие последние турниры проводятся? Там все капы инвентейшнл, ну, вот такие мелкие, там, за 10-5 тысяч долларов, это все, конечно, Faceless будут запирать. Понятное дело, что задача у них выше, задача у них там на международных турнирах какие-то деньги зарабатывать. Ну, если так уж на то пошло, то Faceless как минимум топ-3 Дота Пит Лиги, а это там десятка плюс, по-моему. На мажор они, они же отобрались, с первого места причем отобрались. Ну, как бы уже, уже на мажор едешь, уже ты не в минусе, там, какие-то деньги тебе достаются. Спонсоры довольны тем, что ты светишься на мажоре и вполне себе счастливы Faceless. Так что, да, тем более даже вот на этом турнире, ну, да, они играют плохо, но вот они выиграют Best of 1 и они уже входят в десятку. Они выиграют еще одно Best of 3 и уже в, получается, в десятку, восьмерку сперва. Восьмерку, да. Сперва восьмерку, а потом, если ты выиграешь еще одно, один матч, ты уже в шестерке, по-моему. В шестерке, замечательно. То есть два матча и все, ты в топ-6, а это уже удовлетворительный результат, отличный. Faceless забирают себе шторма. Так, Earth Spirit, Storm Spirit, Juggernaut, Witch Doctor остается герой для Ice Ice Ice. Слардер, Абадон, Никс, Магнус в бане, ну, огромный еще выбор, там, и Тимбер, и все что угодно. А LFY будет играть через Лешрака с Инвокером, Манки, Кинг. Очень хороший роуминг. Мне пока что нравится LFY. Это Hunter минус. Я очень хочу, вот если Faceless сейчас действительно рассчитывают на победу в этой карте, если они хотят выиграть, то я хочу увидеть сейчас от них Darkseer. Darkseer, но флейн, которого мы видели. С Earth Spirit, да, с Earth Spirit. Это же обычная, самая старая, добрая комбинация, которая в руках Faceless, она невероятно жестока. И такое уже было этой командой показано. И вот, когда сейчас нам команда покажет Faceless последний свой пик, мы уже сможем сделать определенные выводы. Потому что других офлейнеров просто нет. Их забанили. Да, можно взять Тимбера, но это будет не как в качестве сочетания с другими персонажами. Это будет просто пик. Хороший пик. Darkseer, Кентавр, Акс, Клакверк, Брюмастер. Брюмастер, да. Этот может появиться прямо сейчас. Но времени еще, в принципе, появится точно. Underlord. Что еще можем придумать, пофантазировав жестко? Фурион. Фурион. Это совсем прям жестко. Прям вот очень-очень жестко. 20 секунд. Фейслес. И Натс, давай, давай, сейчас надавит на тебя ICCI, скажет, хочу этого. Натс будет сопротивляться. Но Натс приписал себе тоже ICCI, никнейм, поэтому он его полностью слушает. И это Клакверк. Понятное дело, что Клакверк здесь с плейдмейлом. Это против инвокеров, лишраков. Это очень хорошо заходит. Против Сэн Кинга в том числе. Ну, вообще, да, классный выбор. Нету хорошего АОЕ. Ну, прямо такого в мидгейме, если взять, когда уже Blood Fury не так сильно дамажит. Вот Шторм, не сказать, что прям жесткий АОЕшер. Очень хороший пик ЦК, может вытаскивать Клака. В принципе, на линии с Клаком стоит здорово. То есть сейчас ICCI в лес особо не уйти. Не считая того утверждения, что любой герой с талоном может фармить леса. Но делает это Клакверк медленнее многих. На линии появляться ему тоже очень опасно. Потому что ты получаешь стан ЦК, стан лишрака. И хорошо, если ты, в принципе, оттуда уходишь. При этом есть еще Сэн Кинг, инвокер с Санстрайком. Роумище и Манки Кинг. Супер агрессивный пик от LFY с огромным количеством нюков. При этом сильный как в лейте с инвокером ЦК, так и в начале. Немножко, может быть, жадноватый. Но я ставлю здесь на 2-0. И верю в то, что White покажет нам опять такого же Манки Кинга крутого, как показывал вчера в последней игре. Я поддержу, пожалуй, в плане прогноза на этот результат, за этот матч. Ну, да, действительно жесткий очень пик. Хороший контрпик последний. Видят ЦК, мне тоже нравится. Я бы еще, возможно, в качестве одного из вариантов для победы Фейсла все-таки в этой карте предположил активного Джапса на Шторм Спирите. Да, вот он одну из игр тоже выиграл, в моей памяти. Когда просто начинал. Даже не выиграл, он начинал доминировать, доминировать. А они потом проиграли. Но тем не менее захексили его. Да, потом получился, конечно, небольшой казус. Но тем не менее, на Шторме он начинал это очень здорово. И показывал, что он в начальной стадии может выигрывать на Шторм Спирите. Так что будем смотреть. Будем смотреть. Действительно, вторая карта, кто в противостоянии. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что здесь не идет борьба за попадание в верхнюю часть сетки, но идет борьба за то, чтобы занять место повыше и уже иметь возможность выбирать противника по плей-оффу. Ну и там мы там немного проанализировали и поняли, что там команда, которая займет, по-моему, четвертое место в этой группе, она, скорее всего, столкнется с ликвидами. А этого бы в Бостов-1 не хотелось никому, я думаю. Так что поглядим. У меня мышка пропала. У меня клавиатур не работает. Серьезно? По снэпбэкграунд, да, надо перезапуститься. Сейчас, секунду. Так. Да, друзья, это небольшие технические неполадки, они продолжают нас мочить. Это вторая кастерская, мы ее смайлом активно доламываем. Мышки нет. Ну, чтобы вы понимали, да, у меня просто... Попробую перезасунуть в... Мышь перестала как-то отвлекаться вообще. Так. Так, это лучше не делать, наверное. О! Появилось. Еее. Все заработало. Отлично, все, ребята, продолжаем. Точнее, начинаем смотреть старт второй карты. Пока ничего интересного не происходило, потому что были поставлены только лишь варты со стороны коллектива Faceless. Два варта, причем уделили они вниманию верхней части карты. Смотрите, сюда поставили. И вот сюда один вард. Ну, побаиваются активности, побаиваются такого момента, что, например, к Санкингу на оффлейн может прийти какой-нибудь Лешрак, может Манки Кинг прискакать и, в общем-то, там попытаться уничтожать триплу оппонента. Вот этого момента очень опасаются сейчас Faceless. Да, Джаггерта вроде Блэйдфюри имеется, но от пассивки все равно может проседать. Манет, герой, который играл уже на ЦК и уничтожил команду Винкс. Шадоу. Е-е-е! Дэнс, дэнс, дэнс. Давай еще разок. Не только Ice 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 на Бремастере, но и Лешрак от LPC. Ну, хотя бы такое развлечение. Ну, видно в хорошем. Так, Блэк на клоке. Вот оно. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же мы это не подметили? Это Ice Ice играет на Джаггернаут в свап ролями. Вот в чем интрига, вот в чем разрядка. Рано или поздно должны были Блэку начинать щемить в этой команде. Все-таки ты сам сказал, что на деньги Ice 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 все сделано. Поэтому Блэк здесь вынужден подчиниться. Ну да, вот захотел Ice Ice поиграть на керри, будет играть на керри. А Блэк давай перенимай новые для себя роли этого флейнера. Ну, это вот, не знаю, отчасти либо развлечение коллектива фейс, либо это может быть вынужденная мера, при которой команда уже вошла в тильт. Начинаются взаимные претензии друг к другу, где один обвиняет одного, другой другого, соответственно. Где один обвиняет Блэка, второй обвиняет Блэка. Все обвиняют Блэка и оставили его на оффлейне стоять. Ну ладно, хоть не с упортом, да, в пятой позиции. Но Блэк здесь начинает умирать. Да, опыта стояния на оффлейне у него минимальная. Я вот не помню свою карьеру Блэк играл в оффлейне или нет. Живет. Вов, ты помнишь, играл в оффлейне свою? Нет, не играл, по-моему. Он играл во всех частях света, то есть во всех регионах играл. Но, по-моему, на оффлейне в плане роли он не присутствовал. А где Санстрак инвокера? Почему не закинул? Могли бы убить, там хватило бы минимального бы урона. Он ушел на краполях. Ну, в любом случае, Блэк сейчас ушел, но сейчас по второму, там, по третьему, может быть, уровню получат героя снизу. И все, и Блэку конец будет. Хотя у монеты закончилась мана. Великолепно! Санкинг забирает джиксинга. Это как? Да, ну тут беда. Осталось на лоу хп сам джиксинг. И еще пассивки, я так понимаю, просто удалось уничтожить. Делает ферст плат. Но в оффлейне Санкинг против триплы. Вау! Просто вау! Один против W все-таки. Здесь XY ушел. Ну да, XY на миде. Сигнатурный герой для него. Air Spirit. Но рядом сидит Monkey King. И кто кого здесь. Пинают инвокера. Пошел в рейф. Нет, супер погиб. Вайт тоже нужно разворачиваться. Вайт прыгнул очень неудачно сейчас. Очень серьезно получает в спину. Много тычек. И чуть было не погибло. Вроде как жив остался. Слишком много урона по инвокеру. На топе. Все, видим, джиксинга пытаются взять. Джиксинга уже не взять. У него, кстати, интересный закуп фейзы. Он сейчас убьет просто. Смотри. Сейчас просто убьет. Ну ладно, плей в тюре. Нужно уходить. Есть фейзы. И уходят из фейсбута. Неплохо. Классный артефакт. Фейсбут против... Ой-ой. Догонит ли? Догонит ли я, кстати, догоняет. Какой-то рейндж этой тычки. Просто кошмар какой-то. Стандарт. А зачем ты вернулся, дружище? Хотел покайтить, как-то там сделать броустрайк. Все-таки подцепить Вичдоктор, уничтожить его. Но в итоге погиб. Как-то не совладал в этой ситуации. И счет становится 2-1. И фейслесс выходит немного вперед. Ну все равно, конечно, на своей линии он чувствует себя хорошо. Да, там он умер. Но сейчас вернется с полной хп маной и с фейсботинками. Тут вайт по-прежнему... Ну попытки какие-то сагрессировать. Но слабенько. Лучше бы, может быть, шел на топ куда-нибудь. Или вот, например, Клакверк. Он охраняет. Он охраняет просто инвокер. Он понимает. Эрф Спирит, Клакверк и все это может в спину заходить. И поэтому нужна будет какая-то помощь. Пусть шманкикинг посетит рядом где-то в деревьях. Если что, прыгнет. Постарается помочь. Мы видим, первая его помощь не оказала должного успеха. Да, для инвокера. Он все-таки не дал спасти его. Но тем не менее, продолжает он помогать. XY. Не боится никого XY. Просто идет вперед. Включает дычки. Есть камень. Еще пару ударов. Подстанка подставляется. Есть санстрайк. Пробивается руки на развороте. Заканчивается Вайта. Здесь Блэк. Добивает Эрф Спирит. Но и Вайта на развороте тоже должны будут взять. Разменять 1-2-1. Ну и на этом пока все. Ну так. Довольно жестко, довольно активно играл XY на Эрф Спирите. Нагло. Шел вперед. Дерзко очень. Но разменялся все-таки. Вот так. 25 крипов тем временем мы видим от ЦК. Еще 10 добитых своих. Да. Также своих подбивает. Ну все. Блэквиз сюда не прийти. Вообще, конечно, делает Мидасик Монет. Как только ЦК получает 25 уровень. Вот раньше, может быть, еще он не был так силен. Но вот этот талантный реалити рифт сквозь магический иммунитет, это слишком жестко. Потому что никак не спастись. Может быть, даже я не удивлюсь, если какая-то линкен-сфера будет куплена. Потому что, ну представим, тот же Джиггернаут. Вот он включает Блэкфьюри, чтобы уйти. Получает рифт с кучей иллюзий. И Джиггернаута убивают буквально за один залп. Сегодня мы такое уже... Точнее, не сегодня, а вчера мы такое видели. Когда ЦК, несмотря ни на что, любого милишника, просто цеплял реалити рифтом. Пробивал буквально с нескольких ударов. То есть вообще без шансов и спасения. На этом, в принципе, игра закончилась. Именно на том, что тролль включил БКБ. И ЦК получил 25-й прямо в драке. И рифтанул, и убил его. Да-да-да. Но такое тоже может повториться в этой карте. Поэтому Манет с Миддельсом будет зарабатывать очень много денег и экспы, что самое главное. Поэтому левел у него будет расти. В общем, ЦК сейчас набирает обороты. Я вот хотел бы увидеть, например, какую-то статистику по ЦК в целом на этой групповой стадии. Потому что мы-то не все матчи видели. Может быть, и вне нашего обзора остался какой-то ЦК, который проиграл. Но пока из того, что мы видели, ЦК все выигрывал. Поэтому герой сейчас заходит очень хорошо. На позицию керри, конечно же, с Миддельсом. Пока здорово, действительно, Манет на линии стоит. Блэка провоцирует. Блэка старается поймать в реалити риф. Но таким образом Блэк пока не ведется на это все дело. Ну а тут уже Манки Кинг. Тут уже Манки Кинг расставляет агрессивные варды. Подтягивает снизу или шаг. Можно нападать. Залетают. Блэк, как большие проблемы. Станы сам в страйке. Блэк активировал батарейки. Поставил коги, но погиб. Погиб. И в ответ забрать никого не сможет. Байт уходит. Уходит Манет. Используются хилочки. Да-да, здесь все в порядке. А тут Джиксика. План перехват. Вот он XY. Тоже здесь. В инвизе пробегает. Видится половина здоровья Санкинга. Того, правда, третий Бороу Страйк. Разворачивается Джиксинг. Камень. Маледик не точный. Выкапывается. Да ладно. Как в этой ситуации промазали Маледик? Росперед закатывается. Есть песочек от Джиксинга. И что? Камня нет пока. Над стоит. Каски есть. Ну как их дать? В инвизного Санкинга. Здесь танк выкапывается. Сан Страйк под подкоп. Ну тут дэмэдж, конечно, пошелся по трем героям, по-моему. Распределся, но... Уходит Санкинг в этой ситуации. Прям вышел каким-то чудом. Молодец. Ну, Бороу Страйк, конечно, классный спелл. Для того, чтобы уходить из подобных... Ну, от подобных героев Джаггернаутцева, Блэйк Фьюри. Надышка сейчас будет падать. Потому что собираются вместе Фейслес. Тут вместе с Катапульты ставится Хилинг Вард. Да, довольно быстро прибывает этот тавер. Нужно какой-то деф, нужна какая-то защита. Пока лишь только один байт здесь стоит. Он пользуется тем, что отсутствует Санкинг. Забирая себе экспириенс и деньги. Тоже очень важно. Ну и Джиксинг все-таки вернулся на линию. Поставил Сэндрей. Да, с Фейзами, со Стиками. Теперь уже с Финдлейсом. Успит у него просто шикарный. Так просто его нельзя. Ну и Клок вверх мы видим покинул свой оффлейн. Стянулся в центр. И своим авторитетным мнением. И авторитетным указом прогнал Джабсон. Начал давить авторитетом. Нашли самого Блатова. Самого неопытного. На Джабсон давили, отправили в лес. Теперь Блэк у нас Миттер. Джабсон Лесник. Ну а снизу стоит КСВ. По поводу ЦК. В отборочных до этого только был. И единственная игра это вот LFY Wings на мейн-ивенте. Не извиняюсь. В группе имеешь в виду? В групповой стадии. Ну в групповой стадии, да. То есть до этого НП, СГ и Спорт с СГ играли. Так, ЦК. Дует очень неплохо, но... Нет, все-таки залетает стан на одну секунду с очень большим уроном. Здесь Мансует Лишрак против Блэка. Очень неплохо Мансует. Уворачивается от батарейки, но настигает его Айс Айс Айс. Ну Айс закончились батарейки. Да ладно, Айс 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 достать не может. Еще фейзы буквально через 3 секунды откатятся. И таунт использует LPC перед Айс Айс Айс, но это забавно. Айс 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 догоняет и ударом с руки его уничтожает. Все-таки бы чуть больше муф-спид с активированными фейзами и чуть-чуть не добежал, если шаг до святыни. Так бы, понятное дело, выживал. Но все равно Джаггер достаточно много времени сейчас теряет. ЦК же забирает фраг. У него топ-нетворс сейчас. Джаггер не встает. Смотри, там разница буквально в 50-нетворса. Да, но он с мидасиком. Так, выход. Есть умни-слэш. Раз подряд может его PC убить. Он только появился сейчас от смерти Айс 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 Айс, и есть санстрайк. О-о-о-о-о! Неплохо! Овнет! Овнет. Реально овнет. Ну и теперь можно таун действительно использовать. Выси доволен. Красавчик. Получается, это второе появление ЦК только на этом турнире? Да. А почему мне казалось, что я уже видел? Empire играли с эффект в отборочную. А, ну вот по СНГ я квалификацию смотрел. NIP Alliance играли. Да, я смотрел как раз Европа плей-офф. Точно. Все эти матчи были у меня с ЦК. Собственно говоря. Вот. Ну и иногда появляется. Да, да, да. Ну, хорошо, второе появление. Возможно, это будет вторая победа. То есть это процентный виндрей. Почему бы и нет? Я бы к этому герою присматривался. Особенно к той команде, которая будет в LGD Forever Young играть в плей-оффе. Нормальный такой удар по экономике. О! Баунтируный стал. Стал баунтируный. Ну это все видели. Нормальный такой удар по экономике ввиду смерти Джиггернаута. То есть сейчас у нас инвокер будет с медасиков, ЦК с медасиком, команда фейслис без медасиков. И она еще и умудряется погибать периодически. А он баунти забрал, да? Было бы забавно, если бы баунти еще оставил. Ну, на самом деле, честно говоря, я понимаю, если бы там минер какой-то был, и он бы предварился баунтируный. Ну а так смысл? Подходит Джиггернаут, бьет, делает по тебе удар, понимает, что ты не баунти и убивает тебя там. Через омни слэш, допустим, который все еще имеется. Ну, такие фишки, может быть, когда-то что-то полезное было. Ну что, Джебс там, Аркейн Бут, Сол Ринг, выйдет в Блодстоун, во всяком случае, пока хочет. Ну и Блэк на своем Клокверке. Интересно, с Транкфилл Бутсами пока левел 6, такой вот у него скилл билд, в целом дефолтный. Есть лекшот, но пока его не используют, не торопятся. Ну тут стоит вард, очень хороший вард. Вот LGT Forever Young, сейчас видно Блэка. Блэк может подставить простейшую комбинацию. Монет его подвяжет реалити рифтом, подтянет к себе поближе. Да, там стан, конечно... Вот раньше на ЦК можно было выкинуть стан на 4 секунды с огромным уроном. Либо же стан на 1 секунду с маленькой. Так, нападение на ЦК. Мана закончилась. Санстрайк попадает, забирает. Ну и сейчас Монет выживет или нет. Но каски нужны, каски нужны от Наца. Касок нет, Блэк, отлично. От Вайта Штормспирит залетает на булатники. Да, Монет, он стоит, удар делает. Да ладно, не убивает. 9 хп, 8 хп. Шторм до конца, они Монеты просто не взяли. И снова таунт использует. Лишак прячется, айсайз идет до конца. Он хочет дать мне слэш-тп от Монеты Блэк Юри. Монеты успевают. Тойтся таким же чудом, он здесь пассы. Блэк Юри сейчас закончится. Состоит на месте на фолд позицион. Подходит Джиксинг, есть подкопы. Под Санстрайк. Минус 2 делают сейчас LGD. Супер даблкил Санстрайком. Да. Ситуация, когда должны были просто погибать. Каски отлетают. Правда, погоня пошла за Натсом. И будет еще один по Роу Страйк. Супер. Да. Месседжинг Санстрайком забирают минус 3. Они делают в этом расплате. Кошман. Как же повезло Монету сейчас. На лоу хп. Отмансовался там. Тиммейты помогли. Отличная игра от Уайта. Бандл Страйком подсейвил. Ну и сейчас преимущество становится еще больше. И Медасики работают. Как же много набирают нетворсов. Да, 2 Медаса против 0 и размен. Джаггер, он шел наравне же у нас, получается, с Монетом. А сейчас отстает уже на полторы тысячи. Ну да, если тут примерно округлить. Ну, серьезно, на трех уходит ЛЖД Фаревый Янг. Не удается коллективу Фейслес делать убийство. Они хотят, что пытаются. Они заходят слишком далеко. За это их и наказывают. Ну, нужно подсобраться сейчас. Айс, айс, айс. Вновь идет вместе со своим тиммейтом. Под смоками. Есть все еще умни слэш, который хочется использовать. Но не на кого. Не на кого, потому что снизу герои отсутствуют. И информации о местоположении противника пока у Фейслес нет. Забегают в чужой лес. Ставят вард. Вард хороший, вард агрессивный. Ну, а там ответная атака со стороны ЛЖД Фаревый Янг. На верхнюю линию перетягивается. Здесь Джабс и Джабсус бить. Нужно все возможные тайминги на покупку Плодстоуна. Здесь Син Кинг должен первым копать. Син Кинг копает первым. Санстрайк. Стан, стан, стан. Из Дзейбла просто не выпускают. Супер таким образом раскачается сильно. Так, тем временем снизу там нападение на самого Супера. И Супера забирают. Нашли его. Отличная игра от Блэка. Я хотел закончить мысль по поводу ЦК. То, что у него сейчас обратно пропорционально урон стана и его длительность. То есть, если он выкидывает стан на одну, на две секунды, то, скорее всего, этот стан с большим количеством урона. И это тоже бывает иногда полезнее. Например, когда ты кидаешь последний стан, и все, и тебе нечем будет дальше добить. Ты выкидываешь с максимальным уроном и добиваешь. Вот как, собственно, с Блэком и произошло в один момент. Свай, ой, поздно камнем откидывается, получает стан как секунды. Стан на стан, реалити рифт уничтожает его. Джабс там потянулся, конечно, тоже, но помочь он никак не смог. Ну, странно. Иксвай вроде бы все видел, все знал. Очень поздно среагировал своим камнем. Ну, как-то вот чувствуете, что фейслес прям ненастроенный играть, ненастроенный, ты играл, свапы ролями, какой-то трэш происходит в команде. Не знаю, с чем это связано. Может быть, конечно, к плей-оффу подсоберутся, но пока команда выглядит крайне расхляпанно. Ну, связано с тем, что все уже, ничего в групповое не светит. Забирают вышку и сейчас монет здесь уже практически с армлетом. Инвокер там почти с аганимом. А инвокер это персонаж, который сейчас еще достаточно слаб. Нет, извиняюсь. Он с форстав купил себе. Ну, из-под плакверка, чтобы уходить. Форстав первым артефактом, грамотное решение. Инвокер сейчас еще очень слаб. Всего 12 уровень, нету аганима. Купил форстав, но со временем, конечно же. Вот мы видим, что Супер как раз демонстрирует нам ту самую раскачку. Что это иллюзия? Ту самую раскачку, в которой пока что не берет ни один талант. Ждем 14-го. Если он на 14-м не возьмет первый талант, то значит он будет играть через двух форжей. Ну, и я бы на его месте так и сделал. Здесь как бы торопиться некуда. Лейтгейм нереально сильный у команды LFY. Лучше уж там два форжа. С другой стороны, в свое время я видел невероятного инвокера. Который бегал чуть ли не на 20-й минуте с 25-м уровнем, взяв талант на 30% экспы. Да, было дело. Ну, от старта очень сильно зависит, конечно. В любом случае, даже вот так вот сильно и быстро не раскачиваясь, не покупая себе быстрое аганим, Супер все равно выходит на первую строчку по Нетворцу. Ну, ибо Мидос работает исправно. И при этом при всем инвокер, даже ему нет необходимости бегать в своей команде. Это самое главное преимущество инвокера. То есть он может бегать в лесах бесконечно фармляв, просто безостановочно. И помогать своей команде просто в гидовые санстрайки. При этом зачастую ты за этим санстрайком делаешь фраг именно, да? То есть воруя героя перед носом своих тиммейтов. Поэтому, да, очень приятный герой в этом плане. Ловить его довольно сложно. Джиксинг выходит вместе с Уайтом. Курицу сейчас могут убить. Курьер, можно, чтобы он закупился, и потом можно уничтожить. Да, можно просто забирать. Тут особо... Прям дождались. Виталите Бустер был куплен, но его уничтожили. Самое главное, что это золото. Опять же, очень хорошее на команду. И сейчас еще и вышку подпушат. Это еще золото. И суммарно оторвутся уже на 2000 тот же ЦК. Да, ЛПС доволен. Танцует на своем шраке. 7500 преимущество. Экспетам тоже было 7500. Будут поддавливать еще и вышку. За вышку еще дадут немного денег. Опять-таки экономика улучшится. Улучшите паровьянг по сравнению с противником. Ну, а все, что делают пока Фейслес, это постараются разменяться. Но им еще далекало-то до вышки. Только допекают. Правда, у вышки очень мало здоровья. Так что размен, скорее всего, состоится. Ну, сейчас будет... Глип есть. Да, глип нужно будет использовать. Тут на Тир-2 могут наброситься уже LGT. Я не уверен, что Фейслес могут здесь защитить свою вышку. Лешак-то пободрее ломает вышку. Да еще и ЦК с Аллахрити с арблетом уже подключает пока. Но все равно действительно очень быстро пробивают. Тут еще Тир-1 не снесли. А тут Тир-2 уже. Ну, ладно. Сломают примерно в одно время. Буквально сразится в парусе. Можно, в принципе, стянуть команду соперника, зайдя так аккуратненько на Тир-3. Сейчас посмотрим, как будут действовать Аллахрити. Они пока что отступают. Да, стягиваются просто сами на Тир-2 для того, чтобы подфармиться. Так, Джиксин. Бит на Джапса. Подкап... Нет, не подкапывает. Не поймал. Но тут все равно бы не убил, скорее всего. Ну, пацан-страйк там где-то. Байт еще подтягивался под лу-страйком. Контр-инициации от Блэка залетели. Пытаются взять Джиксинг, но спрятался пока. Песочек выкапывается. Каски-то летают. Джапс идет до конца. И в этот раз, в принципе, Джиксинга не отпускают. Ну, очень странно сыграл Джиксинг. Просто отдался сейчас Джапсу. Ну, вы в центре забираете. А давайте не стоит. Джапс залетает дальше. Джапс вообще ничего не боится. И сейчас просто просядет Джапс. Куда ж ты летишь-то? Молодой тайский игрок. Да. Джапс отвечает. Джиксингу любезностью на любезность. Ну, прям вот такой закидон сейчас произошел. Ну, вообще уж, конечно, без ноты сомнения он влетел в противника туда, где его, очевидно, могли принять, читать. Странно. Очень странно произошло. Туда, где не ждали. Туда, где печали. Туда, в никуда. Это именно про Джапсу. Великие цитаты Владимира Маштон. Инвокер сейчас будет с агонимом уже практически. Десять тысяч на Творца. Так, а что он там по талантам? Кого? Взял Инвокера. Давай посмотрим. Ничего не взял. Нет, значит, не будет брать этот талант. Но у него уже практически готов агоним. Он очень много имеет, конечно. Так или иначе. В центре все время. Атака пошла. Есть там трехсекунды. Продолжает стан ЛПС своим, соответственно. И убивают. Ну, кстати говоря, без санстрайковой броса пошло. Санстрайк в другое место этим залетел. Или раньше просто. Или раньше. В любом случае урона фрага... Фраг сделан. Урона хватило. Курица полетела за агонимом для Инвокера. На девятнадцатой минуте у Инвокера агоним. Мидасик. И еще и Форста. Это очень много. Да, еще и Нолик Сапог и Мэджик Флант. Действительно здорово. Очень круто. Играет пока Иннокер. Хотя не сказать, что прям сверхъестественно что-то делает. Супер. А Фейслес вообще... Вот они будут что-то делать? Потому что я так смотрю, они просто бегают по лесам, по полям. Двадцатон появился. Шапс. Шапс. Бегает. Считается тоже как суппорт. То есть позиционирует себя Блэк как оффлейнер в принципе не может с таким закупом и с таким нетворсом. Никак. Купил себе. И все. Да. Ну вот и у Джекернаут только лишь я, чтобы пойти БФ. БФ решил купить. Против, я так понимаю, ЦК в будущем. Ну, да, наверное. Интересно, конечно. Ну и Шторм с Блэдстоуном. Не знаю. Пока, конечно, ничего не делают активного Фейслес. Вот собираются вместе. Может быть будет какой-то использован Смог. Да, собираются. Смог использован. Ну и побежали, побежали, побежали. Искать какую-то цель Вижена в Чужом Лесу нет. Ну отличный скан они сейчас используют. Знают, что там кто-то есть. Этот кто-то пока супер. Но супер уже не зафармил и ушел. И стоят. И тоже выход в Смоках от команды LFI. Но они не знают, где кто находится. Абсолютно. Ой, ДДшечка. Приятно для Шторма. Главное теперь не слиться очень быстро. Слушай, он в спину можно выйти, попытаться на супер. Супер взял второго Поржа Спирита. На таланты попытаться. Вкачал, кстати говоря, талант на 125 дополнительных жизней. Ну, наверное, пополезнее, чем вот эти вот совсем уж мало урона. Все-таки 125 хп. Отдавливают центр. Ты посмотри. Но могут с тыла, конечно, выйти фейслес. Но побаиваются. Искан. Он на скане не замечает пока противника. Обзора тоже здесь не хватает. Ну, можно пушить. Да, вот на скане поставился Black. Разворачивается ребята. Готовы принимать противника White на исходной позиции. Даст инфу. Если что, ну, маловато обзор, конечно. Маловато Vision. Вот, прыгает оп-клок вверх. Оп-клок вверх. Можно цеплять. Скинули его, правда. Светочки он сейчас получает стан. Камень. Есть Sunstrike. Лок вбитывает очень больно. Bottle Strike под копы. Пласт неплохо сыгран. Минус один. Но, скорее всего, Манги Кинга придется убивать. Нет. Он просто прыгивает и выживает. Фантастика. До конца шелл x-y. Байбэк сделал блок вверх. Дальше тартады, геймплэшки. Очень больно. Но он не слэш, конечно, используется. Но по всем героям уходит. Он не слэш. Дэмэджи минимально. Манги Кин все-таки погиб. Должен погибать. Также ICI Sison погибает. Jumps. 7 PC. Black неплохо после байбэка. Вместе с Лешаком еще и убивает. The Guys. And King с эпицентра врывается по трем героям. Супер Метеорит выкидывает. Нужно добивать нации. Black, конечно же, тоже после байбэка. Святыня. Ребята заходят. Будут. Найдс выживать. Black тоже восстанавливает свой запас здоровья. Jumps на развороте. Тот подкапывается. Jumps разворачивается. И, судя по всему, World of Shadows здесь Jumps не добьет. Не добьет. Драку-то выигрывает. Что интересно. Faceless. Не знаю. Там спорно. Сейчас дождемся. Fight Recap. Все-таки байбэки были. 3 в 3. 2 байбэка. 1 байбэк. 1 байбэк. 3 в 3. Действительно выиграли драку. Еще и Bloodstone подфармил себе Storm. Но позиции не самые лучшие. Начало было не самое лучшее. Да еще и Double Damage у Faceless. Но, несмотря на это, преимущество в драке они зарабатывают минимальное. А там продолжают расфармливаться герои. ЦК уже берет себе Яшу, делает манту. Почти доделал манту. И травела готовые инвокеры должны быть после этой драки. Да, рецепт уже имеется. Ну, в общем, таких драк нужно побольше теперь Faceless проводить. Так, чтобы они все-таки смогли в более-менее по равном количестве размениваться. То есть убивать троих, терять троих. Тогда они будут в небольшом плюсе. Все остальное время, просто когда драк не происходит, Понятное дело, что ЛГБ Рэв Янг формят лучше. Просто лучше. Ой, Вайт сейчас найдет High Size Size. Да. Вот с Клэймод. И бежит сюда Сенкин. Ну, Bottle Strike, Подкоп, Sun Strike. Я не знаю, выживет эти Сай-Сай-Сайсы. У нее тысяча кп всего лишь, что есть Подкоп, Sun Strike, Bottle Strike. Ну, шансов. Нет, никаких шансов. Абсолютно. Отличный фраг. Джаб снизу. Нападение на Лешего. Очень криво. Распирит здесь же. Будет ли помощь? Нет. Никакой помощи нет. Лешак динается. Нет, динается не получится. Это Бладстоун Шторма. Извиняюсь. Один в один размен. Опять же, Бладстоунчик пополняется. Ну, Джаб все вот неплохо делает тут. После покупки Бладстоун, внутри лишних зарядов получил. На Творсу поднимается. Неплохо. Действительно. Здорово. Надо, чтобы также и Джекернаут перестал умирать. Все-таки ему еще довольно долгий путь до покупки БФа. И не факт, что БФ еще это будет тот артефакт, который позволит ему спокойно чувствовать и комфортно чувствовать себя в драке. То есть идти и ломать противнику лицо. Потому что ХП все еще малое. А БФ, он в выживаемости не прибавляется всем. Я обновляю там параллельную игру. Думаю, что не обновляется. Она уже закончилась. Кто выиграл? IG 2-0. Победили. Причем вторую игру они закончили очень-очень быстро. Нереально быстро. Так, Берникова компания сейчас нереально сильная. Ну и под смоками заходит Фейслес. Вот сейчас, возможно, будет еще одна драка. Ультимативные способности все готовы у той и другой стороны. Но вот первые заходят Натс. Видно здесь Монетта будет сейчас. Вот он Монетт. Использует Мидос, получает Каски. Маледикта маш в данной ситуации. Как так, Каска. Но по Цветыне опять у вас может будет драка. Каски залетают. Хорошие, очень хорошие Каски. Торнат ГМП, правда, лишает всего МП супорта Натса. Блэка захватили через Реалити Риф. Ментально уничтожает. Байбэка на этот раз нет. Просто это кулдаун. Цветыни уже выпили. Ну и будут идти дальше Монетт. Снова Каски. Под КО по трем героям. Жикарная Джиксика. Залетает Санстраги. Омни Слэш. Опять демэдж сплитится на всех героев. Блэйд Кьюри. Ну и да, и сквозь Блэйд Кьюри пробивают. Здесь игроки ЛГД противника. Минус 4. Без шансов вообще. ЦК прокнула дополнительная иллюзия. Насколько я понимаю, там же нет еще. Вот он только-только взял 18-й. То есть у него... Ну не было точно в драке третьего ульта. И соответственно с этой дополнительной иллюзией он уничтожил все и вся. Да. Классная драка. И я думаю, что это конец. 21 на 10. Преимущество уже огромное. Из-за того, что левел невысокий сейчас у героев Faceless, они быстро возрождаются. Поэтому ЛГД решили отойти. Даже Тир-3 не стали бить. Просто получили огромное количество денег с выигранного замеса. Преимущество... Ой, преимущество какое большое. Кошмар. Ну конечно. Они же с двумя Мидасами всю игру играют. При этом еще и выигрывают драки. Здесь преимущество огромное. Санкинг догоняет шторма. А Лишак и Манки Кинг вообще обогнали Клакверка. Не самая лучшая игра получилась для Блэка. Но Блэк на неестественной ему роли. На Оффлейне, на Клакверке. Не знаю. Видимо, захотели попробовать так. Попробовать-то попробовали. В случае для Faceless, как мы уже говорили, этот матч вообще ничего не решает. Они могли там в случае победы 2-0 что-то там улучшить свою ситуацию, улучшить свое положение. Но скорее всего, это тот коллектив, который будет занимать последнее место. И это тот коллектив, которого будут выбирать в первую очередь. Третье-четвертое место противоположной группы. Да, там на самом деле выбор невелик. Либо Faceless, либо WGJ. И учитывая, что все-таки матч будет проходить в Китае, и поддержка WGJ будет значительно больше, чем Faceless. В стадионе. Да, поэтому фактор домашних трибун, он может сыграть. Любая команда выберет Faceless. А я думаю, что это действительно правда. Faceless просто очень слабо смотрится. Но с другой стороны, опять же, я там писал в Твиттере об этом, что Faceless это короли Best of One. 5 матчей, по-моему, Best of One они выиграли. Да и WGJ тоже, как бы, в Best of One могут... Ну, могут-могут. Я имею в виду того, что опыт есть большой у Faceless. А, Ксен Кинг. Каски такие опасные прилетели, но есть подкоп. Будет ли продолжение, подтягивается LPC. Станом цепляет, а если сайса, Блэдфьюрия у него не было. Существует Sunstrike просто уничтожает. Ну и дальше можно цеплять. Бегает здесь Earth Spirit. Минус вся мана. 12 тиков. Факт, без шанс смерти. Ну, уходит лишь только отца отсюда. Вчера Faceless написали GG в середине игры. Мне кажется, пора повторить. Возможно, они напишут GG тогда, когда Джабс погибнет в первый раз. А он еще ни разу? Нет, он погибал. Я имею в виду первый раз после покупки Блэдстоуна. После покупки Блэдстоуна. Да. Тогда, чтобы уже прям совсем никаких шансов не оставалось. И пока еще имеется такой Шторм Спирит с неплохо заряженным камнем. Можно пытаться каким-то образом воевать. Как говорят у нас в России, в муниципальных учреждениях, не задерживайте очередь. За вами еще люди. В доту играть хотят. В доту играть хотят. Да, там еще у нас VGJ. Ой, залетает. Посмотрел, PC сейчас будут уничтожать. Есть First Staff, Tornado, Black Pills. Бнишака не отпустил его, но и Манет теперь заходит своими иллюзиями. Бодлл Страйк снова подкоп и Санстрайк. Очень больно Вич Доктор впитывает в себя. Малендик там откидывается. Каски все еще летают. Есть Omni Slash, Omni Slash. Дамажа очень мало. Да, и Сайсайс и Драпс тоже влетел. Без шансов.